Сейчас такими разработками занимаются больницы университета Японии, Южной Кореи и США. Это так называемый концепт зарубежный, как бы распылил и забыл. Даже если так взять, в целом и Центральную Азию, и России, таких разработок пока что нет. То есть получается, мы делаем действительно что-то эксклюзивное. Мы сравнивали его с тетрациклинами. Тетрациклин показал хуже свойства, то есть останавливать рост бактерий. В то время как наночастицы, как бы достаточно длительное время, они не давали расти именно бактериям. В нашей лаборатории стараемся все делать так называемый грин-концепт. В начале 2000-х мир охватил нанотехнологический бум. Ведущие экономики мира включились в гонку и многократно увеличили вложения в исследования этой области. А в США нанотехнологии стали самым финансируемым научным направлением в истории после космической программы 60-х годов. На них были выделены шокирующие 3,7 миллиарда долларов из госбюджета. Зачастую под наноиндустрией люди ошибочно понимают очень узкий спектр высокотехнологических решений, нанороботов или миниатюрные детали. В действительности к этой отрасли можно отнести все предприятия, где определяющим фактором в производственном процессе является использование нанотехнологий. Это и отдельные направления нефтехимии, металлургии, синтез радиофармпрепаратов и даже, скажем, производство керамических материалов, хотя на первый взгляд может показаться, что оно не имеет никакого отношения к нанотехнологиям. Что же такое нанотехнология? Каково ее значение в науке? И насколько широка сфера применения, расскажем сегодня в проекте LabsKZ. Это проект о достижениях казахстанской науки простым языком. Объем информации, связанной с нанотехнологией, поистине огромен. Если вы будете вести поиск по этой теме в сети, то найдете более миллиона ссылок. Интерес к этой области бесспорен, а шумиха по поводу ее возможностей и потенциала, подогреваемая рекламой в средствах массовой информации научной фантастикой, ежедневно усиливается. Так что же такое нанотехнология? Под этим термином понимают комплекс научных и инженерных дисциплин, исследующих процессы, происходящие в атомном и молекулярном масштабе. Нанотехнологии предполагают манипуляции с материалами и устройствами настолько маленькими, что ничего меньше быть не может. Говоря о наночастицах, обычно подразумевают размеры от 1,1 до 100 нанометров. Чтобы оценить такой масштаб, приведем пример. Диаметр человеческого волоса примерно 200 тысяч нанометров. Большинство людей путают нанотехнологию с миниатюризацией. Но это далеко не одно и то же. Нано значит не просто еще меньше. Нанотехнология позволяет соединять атомы и молекулы и располагать их в определенном порядке для получения вполне конкретного результата. Нанотехнология — это наука и искусство управления материи на атомном или молекулярном уровне. Манипулирование молекулами придает им совершенно новые свойства, и в результате они изменяют свое поведение. В Казахстане сегодня нанотехнология находится на раннем этапе развития. Она еще не нашла широкого коммерческого распространения, но прогресс очевиден. Это лаборатория ассистента-профессора департамента химии Назарбаев университета Тимура Атабаева. Здесь ведутся разработки многофункциональных наноструктур, которые могут использоваться в медицине, энергетике и фотокатализе. Один из проектов лучшего молодого ученого года по версии престижного международного научного издания — наноматериалы с антибактериальными свойствами. Часто называют люди это антибактериальными, хотя они действуют не только на бактерии, они могут действовать и на вирусы, и на грибки, то есть они могут подавлять рост именно и вирусов, и грибков. Там, получается, компоненты, два компонента, которые действуют независимо друг от друга. То есть один из компонентов является подавителем всего живого, то есть грибков, бактерий, вирусов. А первый компонент, он, соответственно, состоит из наночастиц серебра, которые тоже подавляют, но причем намного сильнее вот этот рост. И что интересно, эти наночастицы, они как бы являются материалами пролонгированного действия, то есть они могут работать в течение длительного времени. В отличие от материалов, которые наиболее часто используются сейчас, как антибактериальные агенты. Мы сравнивали СО с тетрациклинами, и тетрациклин показал хуже свойства, то есть останавливать рост бактерий. В то время как наночастицы, достаточно длительное время, они не давали расти именно бактериям. Причем мы тестировали на двух видах бактерий, грамм позитивных и грамм негативных. Наши наночастицы, они являются антибактериальным агентом широкого действия. Разработка уникального наноматериала ведется на протяжении полутора лет. Недавно информацию о ней опубликовали в престижном швейцарском журнале. Сегодня ученые рассматривают вариант получения патента. С гордостью рассказывает профессор Атабаев. Смысл технологии в том, чтобы создать противовирусный антибактериальный материал, который можно внедрить в широкие массы. Ведь существующие антисептики справляются только с определенными видами бактерий. И защищают на определенный срок. А эффект от применения новой разработки может сохраняться до нескольких лет. Если, например, посмотреть на ситуацию в инфекционных больницах, то там достаточно много гуляет вирусов. А вот и у нас как бы пришла эта идея просто попытаться распылить или создать материал, который может работать длительное время, без надобности как бы постоянно дезинфицировать поверхность. То есть это так называемый концепт зарубежный, да, как бы распылил и забыл. А антисептики, они предназначены для, так скажем, недолгого обеззараживания поверхности. В нашем случае мы рассчитывали именно на долгосрочный эффект. То есть мы, получается, рассчитывали применять их, ну, скажем так, в инфекционных больницах, либо в местах массового скопления людей. Они будут стоять достаточно долго. Это все равно, что вот как бы просто покрасили краской стену. Стоимость килограмма нового материала составит около пяти долларов, заявляют ученые. В ближайшее время они намерены коммерциализировать результаты своего труда, наладить промышленное производство чудо-материала. Для этого они предлагают выпускать его в качестве жидкости, распыляя ее на поверхности. В ходе нашей работы мы создали антибактериальные жидкости. И в зависимости от разных ионов зависит его эффективность этих жидкостей. Сегодня я вам представлю, каким образом это происходит в ходе распыления на стенку данных жидкостей. То есть у нас есть аппарат, с помощью которого мы будем распылять данную жидкость. Сейчас я буду заливать одну из жидкостей в данный аппарат и распылять на стенку. Данная разработка уникальна на все СНГ, отмечают специалисты. При этом она не сильно затратна для массового производства. Все дело в доступности материалов. Ученые считают, что Казахстану сейчас жизненно необходим инновационный прорыв в нанотехнологии. Но не умные слова и малопонятные рассуждения, или очередные космически глобальные проекты, а новые заводы, цеха и фабрики, производящие наукоемкую продукцию на основе отечественных разработок, которые, к слову, у нас имеются. Сейчас такими разработками занимаются больницы университета Японии, Южной Кореи и США. Даже если так взять, в целом и Центральную Азию, и Россию таких разработок пока что нет. Мы делаем действительно что-то эксклюзивное. Сейчас как раз мы уже тестируем антибактериальные свойства этих покрытий. В нашей лаборатории стараемся все делать так называемый «green concept». Green concept – это наименее затратный способ. Мы применяем экологичные материалы, во-первых. Во-вторых, пытаемся применять их в достаточно малых количествах, чтобы цена в целом не вырастала. И если, например, пересчитать стоимость наших наночастиц, то, в принципе, они не такие дорогие. Во-первых, просто из-за того, что мы делаем их из натуральных элементов, такой как силика. Силика – это вообще диоксид кремния, то есть в природе он встречается в виде песка. Сверху мы насаждаем наночастицы серебра. Там их немного, там их порядка 1%. Наночастицы мы можем получать в разных состояниях, как в виде порошков, так и в виде жидкостей. Так, например, в нашей лаборатории просинтезировали силикогель. Силикул, в котором были введены наночастицы серебра, то есть они тоже обладают антибактериальным свойством и были уже опубликованы в популярном швейцарском журнале. Данные наночастицы, которые в виде порошка, мы можем также привести в дисперсное состояние и уже получить в виде жидкостей. В дальнейшем можно будет также распылять, как предыдущий образец, с получением плёнок антибактериальных. Казахстанские учёные уверены, что их разработка может в какой-то степени поспособствовать снижению заболеваемости COVID-19 в стране. Ведь в период простуды и на фоне обострившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом особенно важно на регулярной основе пользоваться антисептиками и обрабатывать поверхности. Вопрос в том, что многие из них перестают действовать спустя непродолжительное время, в отличие от аэрозоли казахстанских специалистов. Я верю, что наши разработки могут защитить от COVID-19, потому что так как мы опубликовали эту статью, буквально следом за нами опубликовали статью примерно похожий материал, и они тестировали именно с COVID-19. Здесь получилось, что у нас нет доступа к хорошо оснащённой лаборатории, то есть BSL-2, Biological Safety Laboratory 2, то есть более высокого уровня. А у этих ребят был. То есть если бы у нас была возможность, мы бы тоже протестировали на COVID-19. В следующей статье, которая вышла в том же, причём в журнале, в котором мы опубликовались, эти ребята, они были из Мексики, по-моему, насколько я помню, и эти ребята, они опубликовали, что у них COVID как бы убивался буквально за 5 минут, что ли. То есть похожий материал. Сегодня команда профессора Атабаева тестирует различные добавки для улучшения качества разрабатываемого материала. Также задумывается о получении патента и коммерциализации проекта. Все проекты лаборатории Тимура Атабаева и его команды связаны с наноматериалами и новыми технологиями. Помимо антибатериальных наночастиц, у нас, конечно, мы разрабатываем и другие проекты. То есть у нас есть проект генерации водорода при помощи тонких плёнок. То есть я могу показать процесс создания вообще и как мы генерируем эти тонкие плёнки. На самом деле они наносятся на стекло, получаются эти тонкие плёнки, фотоэлектрокемикал селс. То есть они похожи на солнечные батареи, как бы по принципу работы, но немножко отличаются. То есть они работают в основном в жидкости. Задача команды профессора Атабаева ставить перед собой наполеоновские, по всем направлениям. Главное, отмечают специалисты, поддержка их научных достижений. Наша страна обладает огромным интеллектуальным потенциалом, одарённой и талантливой молодёжью. Этот потенциал нужно правильно использовать, делая ставку на младых учёных. Только благодаря такой тактике «Мы предотвратим утечку мозгов», считают эксперты. Сейчас, что я сильно наблюдаю в странах Средней Азии, получается, это сильное технологическое отсылание. То есть, получается, все технологические новинки, которые мы покупаем, это всегда за рубежом. Государство должно опираться не только на доходы, скажем, от нефти, от каких-то там ресурсов, нужно именно вкладывать в кадры, то есть, воспитание будущего поколения. Здесь показательный пример именно Южной Кореи, потому что Южная Корея – страна небольшая, то есть, я там провёл почти одну треть своей жизни. Страна небольшая, ресурсов нету, еды нету. То есть, если они не будут первыми в электронике, если они не будут первыми в машиностроении, они загнутся, и они, опять же, будут жить, проголоть, как это было примерно лет 30 назад. Нужно думать о кадровых ресурсах, чтобы люди не уезжали. Выстроить какую-то цепь приоритетных направлений и как раз давать по ним ресурсы, я думаю, в принципе, можно быстро достичь развития. И, между прочим, Министерство образования, ну, Республики Казахстан, оно как раз выделяет больше всего денег, насколько я знаю, именно в этом направлении, то есть на технологии развития, стенд-дисциплин. Мировая экономика пребывает в глубоком кризисе. Сегодня все чаще высказывается мысль о том, что кризис носит системный характер, и выход из него может быть обеспечен не только реструктуризацией финансовой системы и накачкой ее деньгами, но и высоким уровнем развития науки и техники, то есть инновациями. При этом ключевым направлением инновационного развития во всем мире признана нанотехнология. В то же время для того, чтобы экономика Казахстана перестала быть сырьевой, у нас об этом много говорят, необходим прорыв именно в подобных областях. Перед нанотехнологией Казахстана соответственно встает задача найти свое место в международном разделении труда в этой области, не вступая в конкуренцию на заведомо проигрышных направлениях, уже хорошо развитых в других странах. Наступать по всему фронту исследований бессмысленно. Нужно брать за точку опоры прорывные направления внутри этого приоритета, базирующиеся на достижениях отечественных научных школ, обладающих международным признанием, и сконцентрироваться внутри этого приоритета, базирующийся на достижениях отечественных научных школ, обладающих международным признанием, и сконцентрироваться на них, считают казахстанские ученые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok